И нам рассказывают про Украину. Они все время нам рассказывают про Украину. Мне он вот так это достал, я же не в Украине живу. Что вы мне в Украине рассказываете? Вы про нас расскажите, как будто у нас. Так вообще, если у нас все наладилось, понимаете? И осталось столько вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа «Время покажет» у меня же на первом канале. Артем Шейнин, понимаете, который... Он собирает этих экспертов, значит, поляка, поляка из Польши, да, скажем так. Из Польши один, один из Германии. Страстотерпцы сидят такие вне сети. И он периодически говорит, ну а что скажет эксперт из Польши нам? Чего он скажет нам? Мы в Польше считаем, что... Я тебя сейчас, знаешь, как дам? Из Польши он считает. И так с колена дам. И сама я скажу, что на следующий день включаю, а он снова там сидит этот из Польши. Понимаете? Это, конечно, песня, песня. Вот. Ну, это у нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам все время что-то... Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это. Вы сюда, это туда, сюда, туда. Понятно, сюда, мы все поняли, мы все. Мы сами как эксперты из Польши такие сидим. Боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Но, в принципе, я вам хочу сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу эти звания, вот это все. Потому что так есть возможности их всех обосрать. Ну, в смысле, это... Выходим. Да. А так-то как будто зависим от того. Не, у нас есть замечательная программа, у нас есть, конечно, пули чудес. Кстати, недавно Якубовича ограбили, вынесли на конструктивы 80 банок облепихового варенья, три ассетинские будки, четыре заслуженные в облаках. Оценил он в ущерб, он где-то в 750 очков. Но чудеса, поле чудеса, это что же явление? Вот смотрите, там от собой игры, от самой игры, где люди угадывают слова, осталось 7 минут хронометража. 7 минут, все остальное люди поют, дарят подарки благодарят губернатора. Это отдельный жанр такой, возможный только у нас. Модный приговор, обожаю Александра Васильева, который сидит. Единственное, меня смущает, когда он говорит, какой-нибудь женщине, особенно не из Москвы, когда приехала, старалась, как-то одевалась. Дорогуша моя, вы очень безвкусно одеты. Говорит, человек одетый, как турецкий диван. Одновременно на себя дотянул штору, ковер, феску, бабочку, штиблет из 19 века, пояс из 20. Это все типа гармонично. Нам говорят, так надо, историк моды. Дай Бог ему здоровья, он действительно все знает про моду. Ну, конечно же, много таких программ, всего остального. Я обожаю свои. Ну, что касается политики, я раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не все можно говорить с телевизионного экрана. Ну, я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка сложная. Ну, когда она у нас была простая. Конечно, Владимир Владимирович, он молодец, уже 20 лет, слушайте, сколько, 19, 20, почти 20 лет, да, он уже у власти. Это он уже Брежнева обогнал. В принципе, конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Вот, естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые наивные люди, меняются каждые 4 года. Кроме Ангелы Меркель, про нее просто немцы забыли, я одна так и сидела. А так же они меняются. А он соображает лучше всех, понимаете? Он же такой опыт у человека уже. У нас уже родилось целое поколение людей, родилось, отучилось, и уже они сами родили уже. И все это было при Путине. Они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что это не должность, что это самодолжность, так называется, Путин. Понимаете, Путин это должен. И на Путин может быть только Путин, понимаете? Вот такое. Ну и правильно, у нас вообще в принципе всегда народ тянулся к царю, понимаете, всегда. Нам никогда из вот этого на рабство не вылезти, потому что, слушайте, при царе был царь, при коммунистах был генсек тот же царь. Ну немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя, понимаете? То есть это нормально. Не снимайте, не шейте мне дело. Я еще в Москву возвращаюсь. Вон. Давай, опускаем. Вот. Опускаем. Ну правда, не снимайте, пожалуйста. Дело в том, что я не из-за этого, конечно, потому что в YouTube выкладывают, а потом мне надо дальше города удивлять, а они говорят, ну мы видели это уже. Вон. Мы не слышали. Короче говоря, значит, понимаете? То есть у него такой опыт, он знает уже и как дороги проложить, и что, когда пенсионерам уже надо выходить на пенсию, он все соображает. Он даже знает, где журавлям яйца надо было отложить. Понимаете, сами журавли не знали. Он не поленился. Он оделся, как журавль. Сел на какой-то драндулет, который еще неизвестно, взлетит или нет. Он лично полетел. Журавля говорят. Журавли говорят, наш альфа-самец летит. Понимаете? И он говорит, вот здесь, 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 вот тут отложим. И они отложили, поверили. Это был первый случай, когда журавли отложили там, где человек сказал. Можете представить, чтобы Ангела Меркель показывала в шкуре бобрам где-то деревья тачить. Вот представь себе, в бобровой шкуре Ангела Меркель высула... Чтобы это ЦДФ, немецкий телеканал, показывал на весь мир. Ангела Меркель сегодня в шкуре бобра точила деревья. Она же все это делает. Все это делает, заражает. Эти всезападные лидеры, детский сад, по своему слову. Детский сад, Трамп, Боже мой, Трамп. Мы слышали в разговоре с Зеленским, Телефонным. Знали, что разговор записывают, обсуждают, как его, значит, мочканут своего политического оппонента. Мы идиот. Наши, конечно, возмущаются, как это можно подслушивать. А я понимаю, почему они возмущаются. Потому что я представляю, что он в разговоре с ВВ говорил, а это же следующий будет разговор. Я видел дебаты Трампа во время предвыборной кампании. Но он детский сад, детский сад. Ему что-то Хиллари Клинтон говорит, а он на все ее обвинения только вот неправда слова. Роу. Роу. Господи, ты учился у Живиновского. Ну что ж ты уроки-то пропускал, а? Уже Роу. Ну оттаскай ее за волосы в конце. Плесни ей чем в лицо. Капусту ей в рот напихай. Вместо этого Роу скажи, брешь, сука! Бейте-дейте. Я просто представляю, вот если бы наш Путин хоть раз бы вышел на дебаты, он же не ходит, мы ему надоели все. Вот если бы он вышел на дебаты, хотя бы сам против себя. Знаете, вот мы ему дверь трогу поставить. Вот он вышел, с левой трибуны сказал, я считаю так. Перебежал на правой трибуне, возразил, перебежал на левой, а я все-таки думаю так, перебежал и между ними в костюме Мао Цзи Дуна Соловьев стоять. Кто одному Путин улыбнется, кто другого похвалит. Вот это было бы шоу, ну к сожалению. А Путин самому скучно уже с нами, скучно понимать, мы скучны, у нас проблемы, у нас тут пенсии не те, а не то сделали, а он уже другими масштабами, он уже Марс смысленно. Завоевывает, там идите, ну как нам дальше жить, терпите, затянете, поясок, и все затягивают, кто находитесь, кто на шее, ну что, потому что он совершенно другого масштаба уже лечит, и эти оппозиционеры его не устраивают, это оппозиция, ну Навальный вообще не устраивает, какой он оппозиционер все время сидит, на его и не видно, вот, а вот эти, почему он разнообразил тусовку Собчак, потому что Собчак, ну нужна уже была какая-то свежая кандидатура, и она всем понравилась, понятно, не проголосует, они, конечно, немножко лажанулись с Грудинина, понимаете, Грудинин, конечно, это просчет, потому что вдруг народ его полюбил, а чего вдруг вы сами не могли понять, что ему полюбит, усы как у Сталина, колхоз как у Сталина, люди живут как приставлены, понимаете, вот, ну тут же как власти поняли, что из-за него, люди тоже его начали мочить, начали мочить во всех средствах массовой информации, что он такой секой, что у него в швейцарских банках счета, что он богатее в действительности все от вас скрывает, особенно депутаты возмущались, у него счета, они расстроились, думали, что такое у них, а у него не было, понимаете, кожи, короче говоря, поэтому и Собчак появилась, а потому что вот те три оппозиционера, которые всю жизнь являются официальной оппозицией власти, вот эти три человека, они уже, понимаете, они еле идут уже, они уже забыли, зачем они их купили, вы вдумайтесь, они же как зомби уже, они же Путину от Ельцина достались, не представляете, все трое оппонировали еще Ельцину, Борис Николаевич, царство ему небесное, в гроб, сходя, благословил и говорит, вот эти трое, бери, Жириновский вообще как Град Дракула, понимаете, его раз в пять лет будет, он из гроба встает, зрение плохое, видит нас, кричит, и вот на кого эта слюна ядовитая попала, те 6% и идут за него голосовать, не приходят в сознание, а если кого-то укусят по дороге, то видите, еще подтянутся, серьезно, вот смотрите, выборы закончились, где Жириновский, его вообще не видно, это он уже в склепе с солью пересыпанный лежит, ждет следующей побудки, а у Владимировского царя нашего, у него там педаль золотая, что он нажмет на бат в склепе, и Жириновский опять плохое настроение, а если Жириновский очень плохое настроение, то у Путина на всякий случай в ядерном чемоданчике осиновый пол, если Пахана не признает, он его и пришлет, я вам просто рассказываю, как есть на самом деле, потому что не все, что-то новосибирско доходит, а он рассказал, как там у нас, все это строй, конечно, у нас есть поводы для радости, вот чемпионат мира по футболу был, но замечательный, правда, замечательный, дело в том, что нас как нацию, как нацию, ну как даже не как нацию, вообще вот все, все, кто живет в России, все национальности нас как людей разного возраста разных слоев населения разного дохода не так много вещей объединяет почему мы все время цепляемся за победу великой отечественной войне потому что это одно из немногих событий которые обвинять всех загадали нас его космосом только вот это нас и получать сучание и вдруг чемпионат мира взять и действительно хорошо провели достойно и наша сборная не подкачала ребята как-то собрались понимать выдали вот сейчас притягивать и всем до сих пор не могут но молодцы разгромили египтян сразу сразу вообще впервые наши надругались над египтянами не шарман шейхи а в москве потом эту испанию выбили из одной восьмой понимаете у вас есть звук а ты куда-то пропал нет есть есть а но это чуть у меня может уже испанию выбили из одной восьмой понимаете то есть прославленная команда эти выбили испанию вообще я кстати хотел вам сказать но не все знают что там было в действительности как это было путь перед матчей зашел в раздевалку хребятам на вас смотрит вся россия на вас надеется вся страна не предвидеть вот с этими словами путин вышел из раздевалки испанцев потом мы научили иностранцев пить вот приехали иностранные туристы мы научили их пить западе